Несмотря на подпорченную Сильваны репутацию прошлого дополнения и уже привычный проблемный запуск, World of Warcraft Dragonflight приковал к себе очень много внимания, даже больше, чем предполагалось. Про обратающихся кентавров русской версии Dragonflight знают даже те, кто в WoW не играет, и это мало. Я не знал. Вообще что-то не попадалось нигде. Капли информационного потока, залившего интернет. За обсуждениями новой расы, вышедшей раньше привычного срока, новыми механиками, изменениями и спорами, очень легко можно было пропустить одно малюсенькое исправление, которого игроки добивались 10 лет. И которого могло не случиться, если бы Blizzard дважды не облажалась с одним и тем же маунтом. Для некоторых это исправление стало чудом и освобождением от метафорических оков, которыми игроки добровольно себя заковали ради глупой и идиотской мечты. Сегодня я расскажу, как одно ездовое животное сломало 10-летнюю систему добычи World of Warcraft и по ошибке сделало ее лучше. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки, чекайте ссылки в описании и собирайтесь, мы летим в Азерот. Ведь с вами был Джать, и мы начинаем. Не существует ничего более желанного и притягательного, чем красивый шмот. У геймеров нет вопроса, куда им деть подаренную природой лишнюю почку. Интересно только, сколько сетов за нее можно купить. В любой ММО главная задача игрока быть стильным. В конец... Не, о май. Мне, конечно, нравятся скинчики, красивенькие и прочие, и персонажики в корейских ММО красивые и не только. Но я как-то более спокоен к скинчикам и не трачусь на них. Я считаю это лишней тратой денег и вообще тем, что не особо-то стоит того, чтобы платить за это. Ну не знаю, не считаю я, что скины это что-то такое, что важно, на что надо тратить деньги. Нет, да, если тебе очень хочется, иногда там, ну, можно купить. Но скупать их тоннами вообще не вижу смысла. Нахера? А так, по факту, я стараюсь чаще всего просто-напросто их не покупать. Потому что, а нахера? Понимаешь, порой разработчики специально, мне кажется, делают стандартную кастомизацию уродливой для того, чтобы скины покупали. Да, возможно. Я осуждаю такой подход. Должен быть у персонажа хотя бы что-то, что у него можно было надеяться, что выглядит симпатично. Я понимаю, что вкус у всех разный. Но бывает и текстура не та, сделана как-то херово. И даже лицо более уродливое в определенном скине. У меня теперь один вопрос. Это всем прекрасная тянка. Но какого хрена у нее эмблема Кока-Колы на лице? Кока-Колы. Пепси-колы. Да. В конечном счете это важнее, чем данжи, квесты и сюжетные линии. Главное ведь не то, что ты их прошел, а что ты за это получил. Ничто так же красноречиво не расскажет о твоем опыте и статусе, чем полыхающие золотым огнем доспехи, которые... Не, ну доспехи, которые ты выбиваешь, которые крутые еще и выглядят красиво, это уж другое дело. Тут уже... Тут уже... Тут уже мой задрот вступает в дело. И тут я могу дрочить долго. Чуть-чуть. Которые есть только у тебя. Ну, и у еще одного парня в этом полушарии, но мы его не вспоминаем. Ты носишь на себе не просто части комплектов, а свои истории. О самых сложных многочасовых рейдах и колоссальном количестве битв и ивентов, большинство из которых не повторится вновь. Это не каждому выпавшая роскошь. Завидев твой шлем с самыми большими рогами, твои самые оранжевые сапоги и твой самый блестящий проклятый меч, который существует в игре, у большинства перехватит дыхание и они не смогут даже вспомнить о том, как уступили тебе дорогу. Они... Ну, люди вообще любят флексить скинчиками, выпендриваться и вот этой всей фигней шмотками. Да, и в реальной жизни тоже люди любят флексить скинчиками. Иначе бы не было всех этих шуб, сумочек и прочих балинсиак. Да. Просто не поняли, что по факту все это золотая пыль. В какой бы элитной броне ты не ходил, будет сложно поддерживать давление престижа на социум, если у тебя невзрачный маунт. Отдельные элементы брони или оружия могут добываться куда труднее и быть куда более редкими. Но именно маунты показывают, насколько белы твои кости и голуба твоя кровь. Маунты это ваши ездовые животные и устройства. Охота за ними является одним из самых благородных занятий в любой ММО. Сколько бы времени не занял фарм одного существа, это будет не зря. Маунты могут быть любых размеров и форм, обладать уникальными анимациями и свойствами. Они показывают не только статус владельца, но и его характер. И в отличии от брони и оружия, маунты подходят любому персонажу игрока и со временем не устаревают, а становятся только ценней. Совершенно не важно, во что ты одет, если ты сидишь верхом на огромном циклопе или пролетаешь над головами изумленной публики на ракете, в названии которой есть слово «Экстрим». Я вообще сначала подумал, что это какой-то странный волк с ракетой в жопе. Ну, либо на жопной тяге. В большей части маунты это все-таки что-то личное, для души. Это не просто средство передвижения, а по сути ваш друг и гордость. Любой маунт, сумевший покорить игрока своим внешним видом, характером или историей получения, уже является очень ценным. Так что неудивительно, что вокруг действительно редких маунтов происходит сумасшедший ажиотаж. Если ты посмотри-то, это, по-моему, кот оседлал собаку. Да. Иногда смотришь на некоторые ММО и такой думаешь, блин, да кайф поиграть, залипнуть, действительно в нее играть и прочее. Потом вспоминаешь, что у тебя есть геншин, и на него времени не хватает. Такой, да, действительно, а когда? А вот хочется действительно нормальной РПГ. Почему ММО-РПГ? В чем проблема была из геншина сделать нормальной ММО-РПГ? Это бы утолило все мои желания. Но нет, мы сделаем одиночную полу-коопную хуету, в плане именно коопа-хуету, в которой делать абсолютно нечего. Я не знаю, люди там чем занимаются и смысл, ну, типа, ну, сходить в данжен, ну, пару боссиков, а потом бегать в мире и флексить? Это не то, что интересно людям, которые любят играть в коопе и прочее. Себя черного киражского боевого танка – это событие, сродни звезде, пролетающей раз в сто лет. Этого жука невозможно было получить после открытия вратан киража, а сам способ получения был зубодробителен настолько, что не каждая гильдия справлялась. Так что, находясь возле киражского танка, сложно было сдержать эмоции. Это как дорогая винтажная тачка, с ней все фоткаются и все тебе завидуют. Охота за такими престижными маунтами ведется бесконечно. Порой даже гильдии проводят целые операции по выбиванию особо редких существ, обороняя спавны от воришек и прочих залетных. А получив желаемое, маунт тут же становится гордостью и талисманом гильдии, о чем должны узнать все, кто присутствует в чате. И все, как ни странно, солидарно и радуются, поскольку понимают, насколько утомительным и трудным бывает получение маунта. В отдельных случаях даже усилий гильдии может не хватить, чтобы приручить маунта. Такое существо, как солнечный ястреб пиков, настолько необузданное и дикое создание, что поддалось только 0,03% игроков за 8 лет. И таких, как ястреб по Азероту, существует очень много. Это самые желанные, самые ненавистные маунты, поскольку фармить их надо не опытом и скиллом, а удачей. А самым печально известным из них с недавних пор стал небесный ониксовый облачный змей. Он шикарен. Летающий азиатский мудрый дракон. Я так понимаю, ониксовый это именно вот этот цвет, потому что там другие были еще. Глубокий, как сама ночь, черный цвет, с яркими переливами энергии, вырывающиеся из-под его чешуи, будто лунный свет, запертый в теле зверя. Прекрасен. Когда дракон появился в Пандарии в 2012 году, он завладел умами многих игроков. Все хотели его к себе в коллекцию, но сделать это было не так уж и просто. Как и любой уважающий себя маунт, ониксовый дракон требовал усилий от игрока. Он выпадал с сильного и устрашающего мирового босса Ша Злости, который одним своим видом и яростными криками мог отпугнуть любого. Вылезшие на паучьих ногах из самой бездны, огромные усеянные шипами чудовища, питающиеся гневом, обычно убивали группой из 20 человек. Так что фармили его весьма долго и плотно. После смерти Ша возрождается через 15 минут в одной из нескольких зон, но получать награды с него можно было только раз в неделю за одного персонажа. Желание получить новую мощную экипировку перебарывало любой страх, и игроки бесконечным потоком убивали Ша Злости раз за разом, пока из него не выпадало все необходимое. После этого интерес к Ша, как и ко всем остальным боссам, должен был угаснуть. Но сколько бы обновлений не выходило, игроки возвращались к Ша Злости снова и снова. С новыми аддонами уровня персонажа хватало, чтобы забороть Ша в Соло, и он фактически стал рядовым противником, который уже не мог даже теоретически взбудоражить хоть кого-нибудь. Все его атаки были известны, тактики были выработаны, а награды, даже в виде опыта, игроки не получали. Но к нему возвращались на протяжении всех этих 10 лет, потому что все жаждали поводья, которыми можно было призвать ониксового дракона. Ясно, а шанс, видимо, выпадения довольно маленький. Шанс выпадения легендарных предметов всегда был очень низким, всего около 1%. Игроки к этому привыкли, поэтому не ожидали, что дракон появится у большинства игроков сразу. Но Blizzard, добавляя Ша Злости в игру в 2012 году, допустила в его таблице добычи фатальную ошибку. Разработчики либо не добавили предмет боссу, либо случайно прописали в шансах выпадения 0. Какого рода ошибка, точно неизвестно. Близзард, конечно, об этом не говорила. Но что бы там ни было, эту ошибку просто не заметили, что и стало причиной этой истории. Игроки знали, что с Ша падают поводья и приходили к боссу каждую неделю в надежде получить своего маунта. Но уходили на своих двоих ни с чем. Недели превращались в месяцы. Игроки, уставшие сбивать Ша Злости и получившие все снаряжение, кроме поводьев, стали думать, что ониксовый дракон требует каких-то дополнительных условий и действий. Разработчики эту теорию опровергли, сказав, что поводья просто невероятно редки. Но насколько редки? Через пару месяцев будет полгода, как игроки безостановочно избивают Ша Злости, а дракона еще никто вживую не видел. Это наводит на мысль, что ониксовый дракон самый редкий маунт в игре. И чтобы это проверить, игроки начинают поднимать статистику и видят ошеломляющие цифры. Из 10 миллионов игроков дракона никто не выбил. Ноль владельцев маунта... Ну, это да, это вызывает подозрения. Это ненормально. ...на несколько месяцев фарма. Только после этих данных Близзард обнаружила и признала ошибку, уведомив всех, что она исправлена ближайшим хотфиксом. А, то есть, блядь, сразу проверить нельзя было? Какие они, блядь, самоуверенные в себе? Хотя им говорили и спрашивали. Угу. Не зря же. Я же говорю, какие самоуверенные говнюки? Игроки, конечно, побузили, поругали любимую всеми Близзард и вновь начали атаковать ша, преисполненные уверенностью в добыче. И, о чудо, поводья действительно выпадают. Первые игроки седлают своего ониксового дракона и растворяются на горизонте. Но вместо радости сообщество получает моральный удар под дых. Спустя еще неделя выясняется, что шанс выпадения поводьев настолько низок, будто его нет совсем. Со временем игроки высчитывают примерный шанс выпадения поводьев. Одна сотая процента. Класс. В среднем этот предмет выпадает один раз на 7500 убийств ша злости. Учитывая, что с мирового босса можно было получить награду один раз в неделю, игрокам в худшем случае необходимо было фармить дракона на протяжении десятка лет. Узнав о таком низком шансе дропа, большинство игроков просто махнуло рукой на ониксового дракона, но были и те сумасшедшие, которые не оставляли надежды выбить его, и их энтузиазм был заразителен. Большинство хотя бы раз возвращалось к ша злости, ведомой слабой надеждой на успех, и получали то, что подсознательно ожидали. Ни-че-го. Даже спустя 10 лет ониксовый дракон удерживал лидерство среди самых редких из доступных маунтов, оседлать которого смог лишь 1% всех игроков World of Warcraft. Конечно, как и фактически любой предмет, дракона можно было купить на черном рынке, но из-за своей легендарной редкости он стоил максимально возможную цену. 9 миллионов 999 тысяч 999 золотых. Если бы в игре не было потолка цен, дракон мог бы стоить и втрое дороже. Это вызывало справедливый вопрос, а нужен ли игре такой редкий шанс дропа? Конечно, крутые вещи просто так выпадать не должны, иначе... Ты шо там ломаешься? Я хоррорюсь. Иначе их ценность просто-напросто исчезнет. Но прописывая значения, максимально близкие к нулю, разработчики либо отпугивают игроков, либо заставляют игнорировать их весь контент ради добычи определенного средства передвижения. Ну это как-то да, слишком, господи, ну я понимаю там, не знаю. Уже столько времени люди намучились. Спасибо за донат, Виталий. Ониксовый дракон был не единственным... Ссылка, правильно ли я сделал? Мау там... После видоса посмотрим. ...ради добычи определенного средства передвижения. Ониксовый дракон был не единственным маунтом, которого все хотели, но которого никто и не надеялся получить, что постепенно аккумулировало негативный флер вокруг всего этого. Если тот же киражский танк был легендарным и редким, потому что был лимитированным и доставался за эпичное приключение, то Ониксовый дракон или любовная ракета или сын Галеона были редкими искусственно, спрятанными за толстой стеной фарма, защищающей маунтов непонятно от кого. Это делает из желанных предметов устаревающие мифы, на которых было легче плюнуть или обидеться, чем поверить, что они когда-либо были реальны. Так бы оно и продолжалось. Никто и не думал, что положение дел изменится. Близзард не любит исправлять подобные темы, но недавно эта студия снова допустила ошибку. Еще более фатальную. И ей пришлось прибегнуть к экстраординарным для себя мерам. В ноябре 2022 года вышел World of Warcraft Dragonflight. Новое дополнение, которое хайповало намного больше, чем возвращение ярости Короля Лича. Игрокам было интересно, смогут ли Близзард исправить последствия разочаровывающего Шадоу Ленда, или они заведут World of Warcraft в еще большую яму уныния. На первый взгляд все выглядит обнадеживающе. В игре добавили систему полета, переработали крафт предметов и, конечно, добавили драктиров. Драктиры – это особый случай для World of Warcraft. Прямоходящие драконы являются и расой, и классом Пробудитель одновременно, что дарит уникальный опыт игры за них. Конечно, все бы и так попробовали новую расу, но поиграть за подобную чудо-новинку хотелось вдвойне, и когда первых игроков пустили на бета-тест, Азерот заполонили драконы. Они отправлялись во все его уголки, изучая новые земли, новый контент и пробуя новый раса-класс в различных условиях. Прикольно. Дракон наткнулся на шазлости, и воспоминания о бесконечном фарме накрыли дракона волной. Ни на что не надеясь, он разорвал шазлости когтями и ударами хвоста и уже развернулся в сторону, как на экране сплыло уведомление. Вы получили поводья ониксового облачного змея. Джибблс не мог поверить своим глазам. Один дракон восседал на другом, легендарном, редчайном... Ну да. ...драконе. Под его седлом было 10 миллионов золотых и сбывшаяся мечта. От счастья можно было с ума сойти, вот только одно но. Все полученное в бета-версии снаряжение не попадает в основную игру. Джибблс смог наслаждаться своим драконом лишь некоторое... Ну да. Своей трагедии Джибблс решил поделиться на реддите, так и написав... Угу. Я только что получил ониксового змея. На бете Драгонфлайта нахер так жить? В комментариях очень быстро нашлись сочувствующие. Случайно потратить свою, вероятно, единственную возможность в жизни получить небесного дракона... Это абсолютно злая ирония судьбы. Всегда придерживайтесь первого правила беты. Никогда не фармите что-то, чего у вас нет на основе, писали в комментариях. Вероятно, это дельный совет, но не в этот раз. Благодаря пост... Проститься. Ты вообще так положила неудобно, чтобы максимально не достать. Я забыла, проститься. Ну так, когда у нас последний раз стрим начинался в 4 часа дня, блядь. Ну я так и перестала на пол седьмого, чтобы не в 7 и не в 8 было. Нашелся еще один дракон под ником Боден, который также на бете случайно получил по воде небесного змея. Два самых везучих неудачника встретились вместе. Дикая история. И она заставляла задуматься. Насколько вероятно, что целых 2 человека в одно и то же время получат редчайшего дракона, которого не могут выбить уже 10 лет. Да, и чувствую я, как только обновление вышло из беты, все сразу же ломанулись и пошли бить этого ша злости. Опять его геноцидить. Походу в бете просто прописали другой шанс выпадения. Да, но это вероятно, если это в бете осталось и никто не сообщил, то и в основную игру это могло перенестись. Ну да. А может быть этих людей даже не двое, а больше. Чтобы хоть как-то объяснить это событие, игроки предположили, что Blizzard внезапно увеличила шансы на дроп, никого не предупредив. Да и слухи об этом уже давно ходили, вы разве не слышали? Поверить в это было, конечно, сложно, но самое главное, комментаторам добиться удалось. Они посеяли зерно сомнения. Что если небесный змей действительно падает чаще? Возможно, благодаря этому посту в первый же день запуска Драгонфлайта в США, некоторые игроки тут же отправились к ша злости проверить свои шансы. А возможно, никуда не девшиеся сумасшедшие продолжали свои безостановочные попытки получить своего маунта. Но факт в том, что безумцы перестали быть таковыми. Перед телом поверженного ша злости стоял драктир. Молодой дракон убил его впервые, но в своих руках он держал поводья змея. Драктир тут же оседлал своего маунта, а в чате неслись восторженные поздравления и шуточные оскорбления. Рассматривая чешую диковинного змея, все... Да-да, шуточные. ...прибывали в шоке, что кому-то удалось получить поводья с первого раза. 15 минут спустя другой драктир нанес ша злости смертельный удар. Через несколько секунд он тоже взмыл воздух верхом на змея. То есть, получается, именно драктир должен убить? Возможно. Поздравления сменились с недоумением. Такого никто и никогда раньше не видел. Еще несколько драктиров убивают ша злости каждые 15 минут, но этим не повезло. Они все еще на своих двоих. Все вокруг выдохнули. Все-таки это был редкий пируэт удачи. Следующий драктир убивает ша злости и подлетает на своем змея к двум остальным. Что-то точно происходит. Информация о удачливых драктирах разносится довольно быстро. Вокруг ша злости собирается все больше игроков. Кто-то просто посмотреть сразу на нескольких небесных драконов, а кто-то поучаствовать в убийстве ша злости. Чем больше времени проходит, тем больше драконов парит над головами пораженных игроков. А те драктиры, что не смогли выбить змея, почему-то не получают броню и другую экипировку, что также странно. Через... Чего? Сейчас становится ясно, что это баг. Количество драконов на змеях только увеличивается. Они уже заслоняют собой силуэт ша злости. Прикинь, какая обида. То есть кому-то падает рарный дракон, а кому-то не падает абсолютно нихера. Да. Убирающий хп буквально за секунды. Кто-то, наблюдая за происходящим, начинает подсчитывать вероятность выпадения маунта и приходит к выводу, что драктиры имеют примерно 40% шанс получить небесного змея. Никто не понимает, почему это происходит. Да и в тот момент это было совершенно неважно. Думать было некогда. Каждому игроку нужно было убить ша злости как можно быстрее получить своего маунта, ведь каждая секунда была решающей. Такие компании, как Blizzard, могут годами игнорировать просьбы игроков починить игру. Но когда из-за ошибки все получают что-то ценное бесплатно и быстро, то это исправляется буквально за минуты. Да-да-да. Эх, гондоньеры. Умолчать о подобном не получится при всем желании. Событие слишком жаркое, чтобы форумы не загорелись. Но игроки информации стараются делиться крайне аккуратно среди своих знакомых и соклановцев, чтобы сохранить ошибку как можно дольше. Но даже так, количество игроков вокруг ша злости уже переваливает за сотню. На земле все еще стояла кучка драктиров, которым не повезло. Их короткий срок жизни подходил к концу. Один за другим они навсегда исчезали из игры. А им на замену приходили новые свежие драконы, пытавшие удачу. Массовое убийство драктиров было необходимо, чтобы задобрить богов рандома. Драктиры создаются сразу 58 уровня, и по этой причине игрок может создать только одного драктира для конкретного рилма. И если этот драктир провалит попытку получить поводья, то он становится бесполезным и без сожаления идет под нож и удаляется из списка персонажей. Ведь если удалить драктира, то игра позволит создать нового, который сможет попробовать выбить поводья снова. Драктиров создавались тем расчетом, что они скорее всего умрут. Возможность получить небесного змея с 40% шансом бывает только один раз. И такая мелочь, как жизнь новорожденного персонажа в таком случае, ничего не стоит. Согласен. Жестоко, но... В нашем мире все было логично, игроки старались как могли, но это не отменяет того факта, что в Азероте происходил геноцид. Игроки, которым ничего не выпало, устраивали спидраны по удалению созданию драктиров и стремились к шазлости в надежде, что ошибка все еще там. Выбивали небесных змеев примерно 5 часов, пока новостные порталы не сообщили об этом событии. Сразу после этого Близзард заявила, что исправит ошибку в течение нескольких минут. Что же это все-таки было? Неужели драктирам случайно прописали расовую особенность выбивать змей из чудовищных монстров? Нет, все наоборот. Разработчики кое-что не прописали. Смотрите, фарм мировых боссов работает так. У них есть таблица добычи, где все предметы выпадают с каким-то шансом. После смерти босса у игрока есть 60% на то, что он получит золото с опытом и больше ничего, и 40% на то, что он точно получит предмет. Если игра решила, что игрок точно получает предмет, то она смотрит на класс игрока и подбирает ему снаряжение из отдельного списка, которое подходит только этому классу. Какой именно предмет выпадет, снова решает удачу. Ведь все предметы в этом списке делят между собой 100% выпадания и имеют разные шансы попасть в руки игрока. В то же время маунты... Ебать гача. ...автоматически попадают в список каждого класса. Они подходят всем. Но такие маунты, как ониксовый змей, находятся на самом дне этого списка, имея десятые проценты выпадания. И вот тут на сцену выходят драктиры, которые, напомню, особенные. Они являются уникальным сочетанием и расы, и класса. Спасибо за донат. ...классы, которые могут носить только определенный тип снаряжения. И под них нужно заполнять новую таблицу добычи, которую либо забыли заполнить, либо не заметили, что автоматизация заполнения дала сбой. Теоретически, игра могла не понять, почему раса и класс являются одним значением. Для нее это было впервые. И получается вот что. Если игра решила, что драктир, победивший ша злости, точно получает предмет, она смотрит в незаполненную таблицу добычи эволкера, класса драктира, и не видит ни одного предмета, кроме поводьев небесного змея, попавшие в список автоматически. И поскольку никаких других предметов нет, а игрока нужно наградить, игра выбирает то, что есть. И получается, что если драктир попадает в 40% везунчиков, то он 100% получает небесного змея. Вот такая математика. Ясно, почему они получают именно только небесного змея, а больше ничего, потому что криво было прописано. Больше ничего и нет. Да, больше под них типа игра ничего и не видит. Таким образом, драктиры могли фармить не только небесного змея, но и некоторых других редчайших маунтов, выпадающих с мировых боссов, что они и делали. Тем, кто оказался в нужное время в нужном месте, можно было спокойно покупать лотерейные билеты. Но многие игроки просто физически не могли поучаствовать в фарме маунта. Как вы помните, все действо развернулось на серверах США рано утром, когда в Европе и океане была глубокая ночь. Когда люди из этих регионов проснулись и проверили новости, их обуяла обида и злоба. Некоторые потратили тысячи попыток за несколько лет, пока американцы просто брали дракона и через 15 минут уже летели на небесном змея. Да я вообще не понимаю, что за дикий такой процент. Нельзя, блин, нормально сделать там, ну хотя бы процентов 10. Это как-то да. Сама же ошибка к тому времени уже была исправлена на всех серверах. Тематические сайты... Так они даже не один процент сделали, судя по всему, а одну сотую процент. Да, сделали бы хотя бы один процент, это уже что-то. Безобразие какое-то. Вообще. ...рвались в воплях. К европейцам присоединялись сотни американцев, которые также не успели к ошибочной раздаче змеев. Очевидно, люди были расстроены за упущенные возможности и требовали Близзард как-то исправить ситуацию по справедливости, зная, что она никак не отреагирует. Разного рода ошибки с лутом случались и раньше, но разработчики всегда отмалчивались и просто исправляли проблему, как им было нужно. Ожидаемо очень быстро обычное негодование в комментариях переросло в масштабную битву мнений. В обсуждение часто залетали новоиспеченные владельцы змеев, чтобы похвастаться и поиздеваться над неудачниками. Некоторые требовали отобрать маунтов, полученных нечестным путем. Друг... Хо-хо-хо. Ну, понятно их расстройство, но не знаю. Выйдите из игры, запайкотируйте игру, не покупайте подписку. Мне кажется, отбирать это несправедливо. Ну, как бы да. Они обосрались разработчики. Это их проблема. Сделайте просто нормальный шанс, чтобы и остальные могли получить. Другие плевались на них, утверждая, что получение предметов через эксплойты это уже традиция. Но большая часть комментариев напитала силой и вновь вернула к жизни обсуждение десятилетней давности. Надо увеличить дропрейт с феноменально низких до одного процента. Это тоже встретило своих противников, которые видели главную цель маунтов в их абсолютной редкости. Спасибо за донат. Миталя, куда? Остановись. Ссылка. Не обращая внимания на то, сколько лет потребуется на их получение. Люди собачились целый день, зная, что ничего не изменится. В комментариях бились насмерть и умирали от несправедливости. И внезапно, буквально на следующие сутки, Близзард выкатывает ход фикс с кучей мелких исправлений, где как бы невзначай пишут дропрейты маунтов с мировых боссов из Пандарии Дрейнора значительно увеличены. Те самые маунты и те самые боссы с тех самых обновлений, на которых вчера и 10 лет до этого ругались все. Можно было бы предположить, что это тоже такое случайное счастливое совпадение, и Близзард уже давно планировали исправить дропрейт. Но тогда бы они это сделали в основном патче, а не в ход фиксе, который исправляет свеженайденные проблемы. Разработчики реально прислушались к игрокам, но для этого им потребовалось 10 лет и 2 покапа. Получается, что Близзард облажались с небесным змеем уже дважды. Облажавшись в первый раз, они создали ужасную систему дропа, которую все приняли. А во второй раз устроили стихийный геноцид драконов с войной игроков на форумах и решили наконец-таки исправить ужасную систему дропа спустя 10 лет. Довольно иронично. Игрокам осталось только понять, что значит значительное повышение дропа. Когда дропрейт... Ну это 1% уже как минимум. Так что уже неплохо. Дропрейт равен 0,1% любое повышение дропа. Когда дропрейт равен 0,1%, любое повышение может быть значительным. Игроки массово начали мучить шазлости. Он умирал снова и снова уже множество десятков раз. И тут один игрок взмыл воздух на своем небесном змее под общее ликование. Драктиром он не был. Шанс выпадения стал почти 1%. В десятки раз больше, чем раньше и значит на тысячи попыток меньше. Мучения сумасшедших скоро подойдут к концу. Вот такая простая, но забавная история. Если хотите больше видео, подписывайтесь на... Какая заигрывающая фенефури. Спасибо за просмотр. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok